Более 10 лет строительства, несколько миллиардов долларов, усилия тысяч рабочих. Такова цена африканского технологического чуда, мегаплотины, которая укротит Нил и обеспечит электричеством миллионы людей. Рассказываем, как возведение Великой плотины Эфиопского возрождения едва не привело к первой широкомасштабной войне за воду, что происходит с проектом сейчас и, как простой народ, сам скидывался на самую мощную гидроэлектростанцию Африки. Эфиопия – крупная африканская страна, расположенная в восточной части континента. После отделения Эритреи в 1993 году она потеряла выход к побережью Красного моря, что делает ее самой густонаселенной страной в мире, не имеющей выхода к морю. На 2023 год в Эфиопии проживало более 116 миллионов человек, второе место по численности в Африке после Нигерии. Это глубокоаграрная страна, где в сельском хозяйстве занято 85% населения, почти половина живет за чертой бедности, а около 60% населения не имеют доступа к электричеству. Это один из худших показателей на континенте, не говоря уже о мире. Все это уже давно подталкивало власти к решению вопроса электрификации страны, что способствовало бы улучшению жизни людей и дало толчок для индустриализации экономики. Так и появилась идея строительства мегаплотины. У проекта богатая история, которая началась еще в середине 20-го столетия. Тогда Бюро миллиардции США исследовало Голубой Нил и обнаружило максимально подходящее для строительства место. Но в 1974 году в Эфиопии произошел государственный переворот, за которым последовала гражданская война, продлившаяся почти 20 лет. Естественно, в таких условиях не до строек тысячелетия. Только в начале 21-го века правительство Эфиопии решило вернуться к реализации амбициозного плана, и вскоре на свет появился проект плотины. Строить ее доверили итальянской компании Солинием Прегило, ныне именуемый Вебилд, и в апреле 2011 года премьер-министр Эфиопии в торжественной обстановке заложил фундамент. Плотина возводится на реке Голубой Нил, это правый приток величайшей реки Африки Нила. В сезон дождей Голубой Нил составляет до 60% стока всего Нила, а это, между прочим, одна из крупнейших по протяженности речных систем в мире. Строительство ведется в районе Бенишан-Гульгумус, что примерно в 40 километрах от границы с Суданом. Как нетрудно догадаться, главная задача проекта – обеспечить электричеством Эфиопию. А еще страна планирует продавать избытки электроэнергии, надеясь, что они появятся в сезон дождей. Проект поражает масштабом, особенно если учесть, что реализуют его в Эфиопии, стране, которая входит в число беднейших в мире. А 30% правительственных доходов приходится на продажу кофе. Впрочем, недостаток финансирования чуть не стал камнем преткновения. Но решили этот вопрос весьма оригинально, особенно для проекта такого масштаба. Но об этом чуть позже. Как я уже говорил, фактические работы начались в 2011 году, и год за годом начал прорисовываться гребень плотины. Ее параметры несколько раз менялись, но по последним данным, основная бетонная часть плотины имеет высоту более 155 метров от основания, что соизмеримо с 40-этажным зданием и в длину почти 1800 метров. Размер водохранилища при полном уровне заполняемости составит 1874 километра квадратных, что больше площади Санкт-Петербурга еще примерно на Казань. По последним данным, плотина будет иметь 3 водосброса и 13 турбин общей проектной мощностью до 6000 мегаватт. Коротко, плотину называют Хидаси, что с ахмарского языка переводится как Возрождение. Официальное же ее название – Великая Плотина Эфиопского Возрождения, что прекрасно передает те ожидания, которые на нее возлагают. Что интересно, многие даже не догадываются, что Великая Плотина Эфиопского Возрождения по сути представляет собой комплекс из двух плотин. Это основная, на которой будет вырабатываться электроэнергия, и седловая, расположенная примерно в 7 километрах от основной. Она представляет из себя изогнутую каменную насыпь с бетонной облицовкой длиной почти 5 километров и высотой в 50 метров. Задача вспомогательной плотины – добиться более высокого уровня воды в хранилище и ограничить его размеры. Весь проект оценили почти в 5 миллиардов долларов, что для Эфиопии сумма очень и очень приличная. Так, на год начала строительство это составляло около 7% ВВП Эфиопии, многие не верили в его реализацию. А из общественного резонанса после начала строительства в англоязычных изданиях проект назвали «Плотина тысячелетия». Естественно, деньги на такое сооружение Эфиопии было раздобыть непросто. Особенно потому, что международное финансирование было ограничено, чему способствовала позиция Египта. Поэтому, как ни странно, на плотину скинулись всей страной. Эфиопии пришлось добывать деньги, организовав добровольно-принудительный сбор среди собственного населения. Конечно, мы не знаем, какой процент этих средств вносился добровольно, но даже несмотря на это, пожалуй, это самая крупная краудфандинговая компания в мире, так как большинство действительно связывают с проектом будущее своей страны и готовы делиться частью своих доходов вполне охотно. Единственным международным инвестором выступил Китай в лице Эксимбанка Китая, который выделил около 1 миллиарда долларов США на турбины и электрооборудование. Пока многие страны относились к проекту со скепсисом, стройка все шла. И уже в июле 2020 года начался первый этап заполнения водохранилища. К ноябрю 2022 года вода была на 105 метров выше дна реки. В этом же году попеременно были запущены две турбины, и плотина впервые произвела электроэнергию, подав ее в сеть. В общей сложности на заполнение водохранилища понадобится до 10 лет. В скором времени, если ничего не помешает, ГЭС поэтапно начнет выходить на полную мощность. А в апреле 2023 года эфиопские власти объявили, что плотина готова уже на 90%. Значимость гидроэлектростанции для Эфиопии переоценить сложно. Если все завершится, как задумано, она удвоит выработку электроэнергии в стране. И вечно погруженная в темноту Эфиопия подсветится яркой полосой света, как участок вдоль реки Нил, в Египте ниже по течению Асуанской ГЭС. Сейчас этот контраст особо бросается в глаза. Кроме того, плотина подарит не только электроэнергию, но и даст возможность вылавливать до 7000 тонн рыбы в год. А также позволит возделывать больше сельскохозяйственных земель. Плюс у плотины есть неплохие шансы стать достопримечательностью, привлекающей туристов. Впрочем, для Эфиопии все звучит замечательно. Но строительство и ввод в эксплуатацию проходят не так гладко, как хотелось бы. И влияют на это страны ниже по течению. Египетские и суданские власти выступали против строительства плотины. Так строительство началось только после отставки президента Египта Хосни Мубарака, который всеми способами мешал Эфиопии воплощать проект в жизнь, вплоть до угрозы объявления войны. По сути, Египет всегда считал себя владельцем Нила, хотя сам Нил и его притоки протекают по территории как минимум 10 стран, а водосборный бассейн занимает около 10% площади всей Африки. Амбиции Египта были подкреплены различными договорами. Так, согласно договору 1959 года, Египет и Судан имели право распоряжаться почти всем стоком Нила. Мнение же других стран их не интересовало. Но это время прошло, и сейчас египтяне опасаются предполагаемого сокращения стока воды в Ниле, особенно в период заполнения водохранилища. Эти опасения вполне понятны, ведь Нил пересекает восточные окраины огромной пустыни Сахара и является едва ли не единственным источником пресной воды на этих территориях. Так, 95% сельскохозяйственных угодий Египта находятся в узкой полосе у берегов реки. От нее зависят миллионы людей и продовольственная безопасность всей страны. Кроме того, Египет волнует не только то, что его без воды оставят, но и то, что его самолюбие оказалось сильно задетым, ведь вековая история единоличного египетского господства на Ниле подходит к концу. Кроме того, Эфиопия намерена стать значимой силой Восточной Африки и право распоряжаться протекающими через ее территорию водами только первый шаг к лидерству в регионе. Египет же такой расклад не устраивает, особенно если учесть, что решение о подаче воды принимает твой региональный конкурент. Что касается Судана, то он несколько раз переобувался на лету, поддерживая то Египет, то Эфиопию. Но стоит отметить, что представители Эфиопии утверждают, что Египет и Судан тоже получат пользу от плотины в виде предотвращения сезонных наводнений. Минимизация износа плотин ниже по течению, а у Египта и Судана они есть. И самое главное, как бы это не было удивительно, после полноценного ввода газ в эксплуатацию за счет контролируемого сброса воды можно увеличить водоснабжение Египта на 5%. Все дело в меньшей скорости испарения воды с поверхности Эфиопского водохранилища, расположенного в умеренном климате. Для примера, египетское водохранилище Насер теряет 12% столько воды, поскольку вода находится в нем в течение 10 месяцев при очень теплой погоде. Но, впрочем, точность этих расчетов сможет показать только время. Несмотря на аргументы всех сторон и десятки переговоров, периодически ситуация настолько сильно накалялась, что эксперты не исключали, что может начаться самая настоящая война, которая стала бы первой полномасштабной войной человечества за водные ресурсы. Опасаясь авиационного удара по плотине, Эфиопия даже закупила у России несколько зенитных ракетных комплексов. За более чем 10 лет Египту, Эфиопии и Судану так и не удалось договориться между собой. При этом периодически в переговорный процесс пытались вмешиваться другие страны. На данный момент камень преткновения в быстроте заполняемости водохранилища Каир требует растянуть этот процесс на более чем 10 лет и подписать соглашение о использовании нильской воды, чтобы иметь рычаги влияния на работу эфиопской гидроэлектростанции. Эфиопия же хочет быстрее запустить ГЭС, чтобы получить дешевую электроэнергию, не имея никаких обязательств перед Египтом и Суданом. Сейчас ситуация как будто наиболее близка к положительному разрешению. По состоянию на конец июля 2023 года Египет и Эфиопия решили, что заключат соглашение, которое всех устроит в течение четырех месяцев. Так что есть надежда, что плотину наконец запустят на полную мощность, и она действительно принесет огромную пользу для развития не только Эфиопии, но и других африканских стран. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, то делитесь им в соцсетях, пишите комментарии и ставьте лайки. видео. Спасибо.